Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Play, и сегодня я в Москве! Мы... У нас сегодня запланировано несколько, собственно, мероприятий, первое из которых это посмотреть игровой ноутбук от компании Asus. Мы его сегодня внимательно посмотрим, рассмотрим, погамаем в нем на что-нибудь на ультра настройках. После этого у нас будет что-то еще, но пока мы останемся на этом. Это был... Это подошел Алекс Позитивный и Купленов Play. Классно все. Ты что-то должен был сказать. Да. Эхей! Всем привет, друзья, еще раз. Теперь меня точно зовут Дмитрий, это канал Купленов Play. У меня сегодня, как вы поняли, самый позитивный оператор по имени Алексей. Он будет смеяться за кадром, потому что он такой... Смотри, я снимаю в стиле MTV. Знаешь, вот помнишь, как раньше я MTV снимал? Ходячие кадры. Да, вот. Вперед-назад, давай. Да. Сегодня нас пригласили посмотреть на новый, вот только что вышедший, прям вот буквально-буквально поступающий в продажу ноутбук. Republic of Gamers G752 VY. Красотища. Я вообще сказал сейчас хорошо. Вообще шикарно. Я запомнил эту фразу. До него был 750-й, но, как это не прискорбно, у нас покинул и к нам пришел новый боец, который по секрету скажу вам вообще потихо и прям вот специально. Да, ты меня-то хоть покажи, как бы, что ты, ноутбук, ноутбук. Надо меня и ноутбук. Давай, 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 давай. Я общий план возьму. Давай, окей. Дизайнер данного устройства заявлял, что он вдохновлялся знаешь чем? Вот посмотри спереди. Вот сюда, вот сюда, товарищ Эпиар. Я смотрю, смотрю. А, я знаю чем. Чтобы все поняли, что... Раскрой секрет, я-то знаю. Ты раскрою секрет людям. Кто-то может подумать, что это похоже на машину, но нет. Вдохновлялся создатель данного дизайна самолетами, и это выглядит вроде как в стиле... Слишком близко снимаешь, наверное, или все хорошо? Отлично, все отлично. Какая-то запись идет. Вдохновлялся самолетами, и все, собственно, выполнено в этом стиле. Заходи сюда. Мы будем снимать здесь первое, так сказать, практически девственное лишение моими руками открывания данного устройства. То есть, ты сейчас этот ноутбук просто тупо лишишь девственности? Ну, с собой. Ну, да. Я его просто открываю, наверное. Ты сам его лишишься. Ладно, окей. Ну, он мне сказал, что я у него первый. Что надо его лишить, я понял. Нет, он мне сказал, что я у него первый. Окей. Опа! Офигеть. Теперь Наташа, так, кнопку. Опа! Да. Не снимай. Не буду, не буду. Запрещено. Не буду парить. Хорошо, окей. Это юзер 12-летний, короче, говоря, пользователь. Что мы видим здесь? По заявлениям... Общий план. Общий план. Клавиатуру возьми. По заявлениям разработчиков, это весьма и весьма эргономичная клавиатура, приспособленная специально под геймерские руки. То есть, если ты считаешь себя истинным геймером, то как только ты сюда положишь руку, она просто врастет. Вот, сразу махом резко врастет клавиатура, и ты не сможешь ее оторвать, пока не пройдешь. То есть, она просто к ней прилипнет. Вот и что ты сделал? Да, просто я не знаю. Это магия. Это сама магия. Это магия. Я не успел в кнопку, а уже все. Играй. Он говорит мне, играй, пожалуйста. Включай любую игру и играй. Пожалуйста, запусти Ведьмака, GTA 5 или Daylight. Да, и покажи, как классно идет FPS. Мы этого еще не делали. Мы это все будем делать прям при вас, прям в прямом эфире. Посмотрим, сколько FPS что дает. Про клавиатуру еще чуть-чуть. Насколько мне известно, как мне рассказали, она поддерживает до 30, правильно, Алексей, нажатий? До 30 нажатий. То есть, у тебя должно быть много на руке пальцев? Да. Да. Так как у меня всего 10. Всего. А, еще есть на ногах пальцы? Нужно 20. 20. Нужно еще одного человека. Ну, предположим, я вот буду сбоку стоять и тоже нажимать. Была такая теория, что если, например, случайно, почему бы нет, ты сядешь на этот ноутбук попой. Да. Ты плюхнешься случайно на него, то вместо абракадабры от ноутбуков, которые не поддерживают 30 одновременных нажатий, у тебя получится «Добрый вечер, господин», что-то типа того. Так вот, перед тем, как что-то запускать, потому что логично, что если это игровой ноутбук, а это же игровой ноутбук, я сказал про это? Да, по-моему, да. В принципе, если это республика... Republic of Gamer. Республика геймеров, то, само собой, ноутбук будет выглядеть игровым. Здесь очень, 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 ты заметил, здесь очень здоровый тейшпэд. Да, да. Просто прям огромный, то есть по сравнению с какими-то обычными, наверное, будет вот такой. Он, кстати, работает, мышка двигается. Да, он работает. Ну-ка, подвигай еще раз. Смотри. О, да, да, есть курс. Это магия. Так вот, мы сейчас характеристики с вами посмотрим, зайдем... Ты меня бери. Да-да-да-да, все, я сначала ноутбук, потом тебя, да. Правильно. Не правильно, сначала меня, потом ноутбук. Сначала тебя, потом ноутбук, окей. Мы посмотрим на его внутренности. По дисплею сразу скажу, что здесь стоит та же IPS-матрица, как и в моем мониторе. Помнишь обзор по моему монитору? Который тоже... Зашел секретный сотрудник. Продолжай. Нельзя показывать. Так же, как и тот монитор, здесь тоже IPS-матрица с поддержкой G-Sync, но здесь 75 кадров в секунду, собственно, частота обновления экрана. Итак, заходи сюда. Мы сейчас начинаем с тобой смотреть информацию о системе, чтобы подробнее об этом, обо всем рассказать. Где буква И? Вот она. Как правильно называется информация? Сведение. Вот, это пришел секретный сотрудник, знающий, как открыть меню. Я пропустил буковку, ничего страшного. Сведения о системе. Собственно, в данной модели, помимо того, что здесь стоит десятка, это, в принципе, нас совершенно не интересует, хотя вроде как заявляется, что она же для игр лучше. Поэтому ноутбук игровой и ставится все, чтобы просто летал. Здесь у нас модель, ну, модель мы уже назвали, это G752VY, правильно, VY, если уж говорить по-русски. В процессоре у нас торчит i7-6700HQ на 2,6 ГГц, четырехъядерный, многопоточный, многозадачный, многопроцессорный. Систем. 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 Поначалу было заявлено 64 ГБ по описанию, но мы посмотрели повнимательнее, и здесь 32. Но вот это вот немножко появляется, она вообще не нужна. Ну, тут, короче, 32. 32 ГБ оперативной памяти хватит за глаза абсолютно для всего. По видеокарте. Здесь стоит GTX 980M. М, то есть мобильная версия данной карты. По характеристикам, по начинке мы с вами закончили. Сейчас мы приступаем к самому интересному, а это тестирование игр. Всех самых топовых на всех ультра настройках посмотрим. Давай покажем GTA-шку, давай покажем Doom, давай покажем все. Давай покажем все. Честно, сразу, просто включим все на ультре. Выдите отсюда, пожалуйста. Не мешайте. Вы мешаете процессу, понимаете. У нас тут процесс творческий. И посмотрим, сколько это на самом деле будет выдавать. Если это нулубетний он должен все это просто тащить, чтобы все полетело, чтобы ты подошел к ноутбуку, потянулся к мышью. ты вот представляешь ты пришел откуда-нибудь ты уставший с работы оставший с работы со школы с детского сада с роддома вот только что он нам вышел может быть медбрат может быть дикая лоб головная боль какая-то ты думаешь бляха муха ну чтобы такого сделать и вдруг тебе приходит мысль о том что я же я же я же у меня же есть игровой ноутбол я же могу а запущу кая gta 5 так ты подходишь к мышке включаешь ее чтобы она из спящего режима подводишь все это к ярлыку gta 5 а там уже все загрузилось уже ты не успел нажать и все он уже сам играет то есть ты не успел нажать а gta уже работает уже играет сама в идеале как бы планировалось наверное чтобы пока в то время как ты подумал да мысль у тебя в голове промелькнула хочу играть в гташку и во время того пока ты шел к ноутбуку она уже была пройдена но это было неинтересно поэтому сейчас мы все это запустим запустим еще и чек кадров ты посмотри может она уже запустилась пока ты думал может силой мысли уже там работает gta дай посмотрим не не работает ну ладно окей ну он пока силой мысли еще не может как бы у меня просто шлем не найдет виртуальной мыслительности который должен направлять сигнал да да вай фай а вообще можно будет потом попробовать можно будет как вариант ну ладно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 сделать убери руку смотри мы берем сканируем она сканируется нет подальше вот смотри я двигаю пальцем и палец двигается вторым ты видал до чего техника дошла это просто вообще козырно все нам запретили все это снимать потому что это все закрыто и секретно но насрать в принципе вообще построим мы сейчас риски снимаем ходе нужно что я сможем короче быстро мельком смыгнуть по залу и все это быстренько показать смотри засекаете пару 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 секунд у пачки все тихо спокойно никто ничего не видел нам еще могут дать поиграть короче белом это где-то там и мы это где-то снимем будет вообще нормально вон там сверху сидят разработчики но они не понимают по нашему поэтому к нему не пойдем потому что мы не понимаем по их они не понимают по нашего мы никто ничего не мини бельма по это до сих пор ходит она до сих пор двигается 8 веру она сгорит не ломай процессор это же будет беда просто если что-то чувствуешь там что-то видишь вот часто на меня смотришь вот я тебя не вижу без тебя колонна только что смотрел окна понимаешь нога если бы было хорошее зрение зачем мы должны сказать что будет как закончен на сегодня поход потому что все что там показывают выкладывать на данный момент нельзя но мы хотя бы так и не подписал между прочим потому что я не поэтому если что-то у него может быть что-то будет потом его посадят и у него долго ничего не будет прикольно до встречи в следующих видео да да всем пока